В России продолжается борьба с коррупционерами и оборотнями в погонах. На этой неделе стало известно о задержании экс-главы Минздрава Республики Алтай Павла Решетова по подозрению в получении крупной взятки. Согласно данным следствия, Решетов оказался причастным к коррупции при поставках оборудования для реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями. Решетов, занимая должность директора Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, лично получил от учредителя ООО «Донарт», действовавшего в составе организованной группы совместно с генеральным директором общества, взятку в крупном размере за предоставление преимуществ, общее покровительство и иное способствование заключению с ООО «Донарт» государственного контракта на покупку медицинской организации двух комплексов для реабилитации пациентов с двигательной патологией, уточняют в Следственном управлении СК. Задержаны также представители регионального бизнес-сообщества, причастные к реализации коррупционных схем в Республиканском Минздраве. Операцию провели ФСБ и СК. Второй коррупционер недели и сам является так называемым борцом с коррупцией. Так в Москве за получение взятки задержали главу отдела противодействия коррупции по Северо-Восточному административному округу. 43-летний полковник полиции Александр Басов был задержан 3 августа прямо во время получения взятки. По предварительной информации, Басов требовал с главы Московского городского центра дезинфекции 5 миллионов рублей за прекращение проверочных мероприятий, связанных с расходованием бюджетных средств. После задержания Басов был доставлен в Следственный комитет на допрос. А вот третий фигурант коррупционных схем недели как раз-таки наконец-то дождался своего наказания. Им является депутат Государственной Думы Российской Федерации Вадим Белоусов, которому Мосгорсуд дал 10 лет колонии строгого режима по делу о получении взятки в размере более 3 миллиардов рублей. Кроме того, суд назначил Белоусову штраф в размере 500 миллионов рублей и лишил его на три года права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, выполнением организационно-распределительных административно-хозяйственных функций на госслужбе. Также, согласно приговору, Белоусов лишен государственной награды – Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Возмущает в этой истории не то, что Белоусов получил историческую в России сумму взятки в 3,4 миллиарда рублей, а то, что депутату-миллиардеру в плане компенсации ограбленному бюджету наказание обошлось всего в 500 миллионов. Почему при ущербе более 3 миллиардов Белоусов обязан возместить только 500 миллионов – вопрос. Кому же пошла разница в 2,5 миллиарда? Что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. А мы и дальше продолжим следить за развитием событий в жизни наших честных чиновников и освещать их так называемые «маленькие радости». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова